Дело обороносервиса – это такой очередной наш российский абсурд. Потому что если Васильеву не сажать за эти гигантские хищения, которые там происходили, и мошенничество, то зачем ее вообще было арестовать? Зачем эту молодую, симпатичную женщину таскать по судам? Это непонятно. И вообще, должен сказать, что стремление превратить этот суд в некий концерт, в некое шоу, мне как режиссеру эти нитки, которыми это шьется, значит, это шоу, они очень видны. И вся эта история с тем, что Васильева окажется у нас художницей гениальной, и поэтессой, и сочинительницей песен, и исполнительницей клипов и так далее, значит, то есть из этого превращение это все в какой-то концерт. Я знал, естественно, как и многие, и, значит, что стоит за какие-то семейные обиды стоят за Сердюковым, и за, значит, за Васильева, и какие их личные обиды и так далее. Но, друзья, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, шоу это шоу, а разграбление Министерства обороны – это совершенно реальная проблема. И люди военные мне часто об этом говорили еще до того, как все это дело началось. Я выезжал на съемки в такое место Министерства обороны, в такой санаторий Марфина, который был специально доведен до банкротства для того, чтобы его продать за просто копейки. И это люди, которые туда вложили там свои огромные силы в его восстановление. Это прекрасная совершенно старинная усадьба, под Москвой находящаяся. Вот только то, что ушел Сердюков, вот это спасло этот санаторий. А таких санаториев, таких земельных участков, полигонов, каких-то там территорий, их огромное количество в нашей стране. И поэтому это превращать в фарс, мне кажется, что это просто преступно.